Друзья, продолжается наш прямой утренний эфир. Продолжаем просыпаться. И сегодня, 5 октября, уголовному розыску Республики Беларусь исполняется 105 лет с момента образования. В этот знаковый день мы рады приветствовать в студии Доброй Ранницы Беларусь начальника управления уголовного розыска УВД Минского обл. полкома, полковника милиции Валерия Волосюка. Доброе утро. Доброе утро. Валерий Владимирович, доброе утро. И примите наше поздравление с праздником. Спасибо. Более 100 лет. Расскажите, как изменилась преступность в нашей стране? Есть ли сейчас еще воры-карманники или они ушли куда-то в прошлое далеко? 100 лет – это большой период времени, как в целом для истории, так и для уголовного розыска. Конечно же, если брать 100-летний отрезок времени, то, наверное, в каждом 5-10-летнем промежутке были свои особенности, скажем так, криминального состояния страны. Если брать послевоенное время, то, конечно же, это был тяжелый период времени. Многие преступления были связаны с использованием оружия, потому что после войны его было в достаточном количестве. То есть совершались уличные преступления, кражи, грабежи, торговые объекты. То есть уже в настоящее время, естественно, фактически это явление минимизировалось. То есть было также напряженное время у нас после распада Советского Союза, где было в значительном степени проявление бандитизма, вымогательств. Вот такой вид преступлений был. Соответственно, то, что вы говорили – карманники, кражи из автомобилей. Уже если говорить про сегодняшнее время, то, конечно же, с учетом развития технологий, стремительного развития технологий, большое количество преступлений перешло в сферу интернета. И поэтому, как вот сейчас принято называть, киберпреступление либо преступление с использованием информационно-коммуникативных технологий. Ну и такое явление, как карманники, фактически уже на сегодняшний день практически исчерпало себя минимальное, крайне минимальное проявление этих. Могут быть таких явлений, но это касается, наверное, где-то территории рынков, где иногда в выходной день могут посещать наши люди вот эти места. Да, ну фактически это явление уже на сегодняшний день само по себе и ликвидировалось. Хорошо, вы заговорили про киберпреступления, давайте на них и остановимся, потому что эта тема действительно острая, часто у нас в эфире звучит. Скажите, пожалуйста, какие сейчас появились новые методы обмануть граждан? Значит, до недавнего времени, то есть в этом году это явление практически минимизировалось, мы последние где-то полтора-два года говорили о таком явлении, мошенничестве, как алло, мама. И благодаря, наверное, все-таки информации, которая доводилась посредством передачи, радио, телевидения, вот это преступление практически уже на сегодняшний день перестает существовать. Алло, мама, это когда звонят и говорят, что с родственником что-то не так? Когда от злоумышленника поступал звонок любому гражданину, информация о том, что ваш родственник в беде, в основном это были примеры совершения ДТП, и поступала информация о том, чтобы, дабы эту ситуацию разрешить максимально в быстрое время, необходимо передать любую сумму денег, которая была в наличии. В основном, конечно, страдали от вот таких преступлений жители категория пожилых граждан, потому что они меньше, скажем так, владели информацией по этим событиям. И, наверное, ввиду больше подверженности эмоционального состояния, они легко воспринимали эту информацию, ее никаким образом не перепроверяли, ну и та наличная сумма, которая у них была, они передавали. Но вот с течением последнего времени, все-таки результаты работы по доведению информации, исходя из того, что люди начали между собой общаться, уже вот такое преступление практически у нас перестало существовать. Оно уже, то есть многое нам удалось, в принципе, дойти до курьеров, которые забирали деньги, и вот это вот направление уже ушло. В основном осталось сейчас направление, это большую долю занимает приобретение товаров в сети интернет. Вот. Так, а там что? Конкретно. Не та ссылка, правильно? Не та ссылка. Многое информация, которое подается в интернете о приобретении товаров, она подается заранее с, скажем так, наиболее выгодными, вознословными условиями, где фактически человек, не перепроверяя эту информацию, сразу же вперед перечисляет любую сумму денег, которая ему кажется выгодным, а жидая товара, не получает от товара. Да, и казалось бы, мы об этом так часто говорим на телевидении, вы приходите, рассказываете, и граждане все равно попадаются на эту удочку, на звонки из ниоткуда, на вот эти вот ссылки, хотя миллион раз понимают, что не нужно никуда переходить. А есть ли бдительные граждане, которые понимают, так, сюда я не перехожу, тут опасность? Да, есть такое. Даже если возвращаться к вот этому преступлению Алюмама, все-таки, когда мы вот эту информацию наиболее часто передавали, либо, например, когда вот все-таки продолжается этот вид мошенничества, поступают звонки, представляясь службой безопасности банка, либо представителем какого-нибудь правоохранительного блока, многие граждане уже начинают понимать эту информацию, что она является обманом, мошенничеством. Потому что чаще всего звонят в мессенджерах. Да, да, да. И, в принципе, они эту информацию направляют нам, делают звонки на 102 в милицию, уже понимая. То есть часть граждан есть таких, но все-таки часть еще людей попадаются на эти уловки, они начинают выполнять действия, те, которые поступают по звонку, а лишь потом уже обращаются. То есть вот часть осталась. Почему? Ну, по моему мнению, исходя из того, что мы анализировали, если брать вид мошенничества по приобретению товаров, ну, в основном, конечно же, люди просто ищут выгоду. И все, и застилает это глаза. В большинстве случаев это таким образом, да. Вот так это работает. Хорошо, мы поняли. Валерий Владимирович, скажите, пожалуйста, вы, может быть, можете рассказать нам о каком-нибудь самом громком или резонансном деле последних лет, если можно об этом рассказывать? Вы знаете, ну, если говорить про Минскую область и про республику, ну, достаточное количество у нас дел, я просто их не буду выделять громкими резонансными, я просто могу привести примеры в том, что на сегодняшний день уголовный розыск в целом имеет достаточное количество ресурсов, условий и возможностей, чтобы по горячим следам раскрывать самые резонансные преступления, которые на первоначальном этапе могут казаться, ну, скажем так, сложными к раскрытию. У нас были примеры раскрытия вот в прошлом году и в этом году. У нас было совершено преступление в прошлом году на территории Борисовского района, убийство совершено было, где вот в течение дежурных суток, разбирая, кто может быть причастен к преступлению, установили, что причастны как наши граждане, так и граждане Российской Федерации. Там была группа лиц из трех человек. Мы благодаря оперативной работе и взаимодействию с коллегами из Российской Федерации нам удалось их задержать уже на территории России, хотя они уже в течение суток покинули нашу страну. То есть преступление было достаточно резонансное, связанное с гибелью людей, но вот оперативная работа на месте, связь с коллегами, то есть они уже успели покинуть территорию, но мы задержали их на территории России и уже все последующие материалы передавали коллегам России, где дальше уже проводились мероприятия по расследованию дела. Я уверена, что таких историй у вас очень много. И все благодаря тому, что замечательные ребята, хорошие люди работают в уголовном розыске. Я думаю, они ждут ваших поздравлений. У вас есть сейчас такая возможность коллег поздравить на всю страну. Спасибо. Уважаемые коллеги, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники уголовного розыска, я поздравляю вас всех со 105-й годовщиной образования наших подразделений, желаю успехов в нашей сложной деятельности, непростой. Уважаемые ветераны уголовного розыска, я желаю вам здоровья. Уголовный розыск – это то подразделение, которое всегда славилось преемственностью, поэтому тот пласт знаний, работы, которые заложили ветераны наших подразделений, в настоящее время сотрудники несут его и продолжают с успехом реализовывать в нынешнее время. Поэтому всем успехов, желаю здоровья, всего-всего наилучшего. Мы присоединяемся к этим поздравлениям еще раз и благодарим вас за то, что пришли. Спасибо. А я напомню, что сегодня, в день 105-летия уголовного розыска, мы беседовали с начальником управления уголовного розыска УВД Минского обл. полковником милиции Валерием Волосюком.